Как попасть бесплатному логопеду в Ташкенте без ВНЖ в Узбекистане? А вы мне не верите, что здесь бывает бесплатная медицина, что здесь бывают какие-то вообще бесплатные услуги в Узбекистане, а в том числе для нерезидентов. Ну вот, на этот раз я привел свидетеля. Это моя жена. Вот она сегодня нам расскажет, подскажет, как попасть бесплатному логопеду. На нашем собственном же примере. За нами прекрасная осень с кленовыми листьями. Здесь Настенка и вот Ростиславка Мелкий наш. Как раз, которого мы к логопеду вводим. Предыстория. Мы поменяли где-то порядка пяти логопедов. Мы ходили к логопедам в России, мы ходили к логопедам здесь, в Ташкенте. В одной почему-то к логопеду, в другой почему-то к логопеду. Как вообще получилось так, что ты попала к бесплатному логопеду? С чего все началось? Кто тебе об этом рассказал, подсказал? Я пришла к терапевту, семейному врачу. И мы вспомнили, что я потеряла тетрадку предыдущую. Она спросила, какие врачи там были, что там за диагнозы были. Я сказала, ну там был только невролог, в принципе. Все прививки у меня были отдельно. Ну, в другой карточке. И она такая говорит, так, невролог, год назад. Ага, какие вот типы у него диагнозы были? Я говорю, ЗРР, ММД вроде бы называется. И спросила, сколько у Ростику лет. Я говорю, пять с половиной. Я говорю, мы к логопеду ходим. Я говорю, ну вот сейчас у нас декрет ушел логопеда. Ищем сейчас другого, не знаем, что делать. Вот, сложно найти логопеда хорошего, потому что у нас был отличный логопед последний. Платный в почемучке. Да, в платный в почемучке мы платили 70 тысяч сумм за 40 минут. Она мне говорит, так есть же бесплатный логопед. Я говорю, как бесплатный? Такое вообще бывает? Это тебе терапевт сказал, ну, педиатр в нашей клинике. Она сказала, да, бывает. Она говорит, что нам надо пройти невролога, нам надо пройти психоневролога. И типа, вы попадете бесплатному логопеду. Я такая, ого, круто. Она мне сказала, что сделать. И сходила к бесплатному неврологу в нашей поликлинике. Она мне быстренько написала те же диагнозы, что я год назад поставила. Хотя у нас уже ЗРР, мне кажется, нету. Вот, уже он хорошо говорит, но у него нету шипящих, у него не было ЛЭ, у него не было РЭ. Хотя он уже их говорит иногда, но не автоматизированы звуки. Нашему сыну ему 5,5 лет. Да, 5,5 лет. И мы пришли к психоневрологу. Она посмотрела, такая, говорит, да, у вас, типа, соброшает, все у него хорошо. И говорит, идите к логопеду. Я вообще думала, что нам откажут, потому что он разговаривает уже, в принципе, хорошо, понятно, что он говорит. Потому что раньше у него речи, в принципе, ну, жевал все, все во рту, как каша. Он разговаривает, и ты стоишь и думаешь, что он сейчас сказал. Папа, мама или ругается матом, да? Сейчас мы ходим, нам автоматизируют потихоньку звуки, все бесплатно. Уже 3 урока отходили, и, в принципе, уже эффект есть. Давай по порядку. То есть, как это получилось? Ты пришла к семейному врачу в бесплатную поликлинику. Он тебе выдал направление. Да. Направление кому сначала выдал? К логопеду. К логопеду. Прямо к логопеду. То есть, где-то у нас в городе, в Ташкенте, есть центр, где принимает бесплатный логопед по направлению смены врача. Да. А ты перед этим проходила какие-то еще с Ростиком анализы, там, врачей? Нет, нет. Она просто его послушала, поняла, что у него половины звуков еще нету, и сказала, что надо идти к логопеду. То есть, терапевт в бесплатной поликлинике на своем основании, она посмотрела ребенка и решила, что да, окей, пускай идет к логопеду. Да, да. Ну и плюс еще я ей сказала, что мы к логопеду ходили, и у нас ушла в декрет логопед, и типа я не знаю, что делать, потому что не могу найти такого же достойного логопеда, скажем так. Ну, никто мне не нравился. Я уже пять их поменяла, и я уже с первого урока вижу, когда будет эффект или не будет эффекта. То есть, уже как бы, как это выразится, уже понимаю. И какие дальнейшие шаги были тобой, ну, произведены? То есть, ты взяла прям сразу и там через неделю поехала, да? Нет, я сразу в этот же день, прям вот сразу вышла от педиатра, зашла к неврологу, невролог мне написала, что у него ЗРР ММД. Но это чисто иногда бывают такие, ну, к первому классу эти диагнозы в основном всем снимают, детям. И поехала уже потом через неделю где-то к психоневрологу и к логопеду записываться. Ну, это к неврологу ты к бесплатному пошла, в поликлинику вы нашла? Да, 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 к бесплатному неврологу. А когда ты попала к логопеду, что, от тебя потребовали какие-то там направления потребовали или анализы? Нет, ничего не потребовали, никаких анализов, ничего вообще. Сколько занятий в неделю назначили, ну, логопед назначил, правильно? Да, три занятия в неделю, вторник, четверг, суббота. Примерно мы к 10 часам приезжаем, бывает разное время, иногда раньше, иногда позже, потому что там дети болеют, но очереди почти никогда не бывает. Если очередь, например, образовалась, то там всякие процедуры делают, которым логопеду не обязательно присутствуют, потом идем уже, соответственно, к логопеду. Изначально она сказала, будет 20 минут, но мне кажется, она занимается больше, минут 30. Ну, пока следующий ребенок не придет и пока она программу не сделает, которую она задумала за вот это время, которое мы пришли. А в каком центре это находится? Как называется это? Больница или это какое-то государственное учреждение, в котором логопед принимает? Это просто поликлиника. Я, честно говоря, не помню, какой номер поликлиники. Возле парка Ашхабад, по-моему. Да, там два. Диагностический детский центр, куда мы к кардиологу ходим, и рядом с ним вот эта поликлиника. Вот в эту поликлинику мы и ходим. Ты рассказывал, что изначально ему назначили чуть ли не электромассаж лица, какие-то такие интересные процедуры? Я, честно говоря, не знаю, как она точно называется. Я это электрофорезом опозывала, потому что такая штучка типа токи. Она похожа на, не знаю, на пульт. Эта штука ее прислоняет, то к пальчикам прислоняет, к щечкам, к местам, где надо немножко расшевелить, скажем так. Параллельно они разговаривают, то есть они какие-то стежки, еще что-то повторяют на вашей задании, например. А помимо того, что они проговаривают какие-то там стежки, слова, задания, делает ли логопед какие-то еще там манипуляции там руками, пальцами, я не знаю, как-то помогает ему, ставит ему там язык, челюсть и так далее? Да, помогает. Она ему делает массаж, массаж языка, массаж лица, массаж щелк, вообще вот все вот до шеи вот, вот все ему массажирует. Можешь показать на ростике, как она ему делает массаж, какой именно? Ну, она ему вот так вот все намазывает, все намазывает, вот, ну, разминает, разминает, вот так, вот так, и когда он говорит какую-то определенную букву, она ему ставит ее, чтобы он понимал, как это говорить. И прикол был в том, что был момент, что у него все буквы вообще не было, ну, у меня, в принципе, ее нет, а у него ее подавно нету. И она ему как-то ставит рот, и в этот момент появляется буква «Ф». Ну, покажи нам мне, как она ему это сделала. Она просто вот так вот. То есть он говорил-говорил «Ш», ей не понравилось, она схватила его за подбородок, да, за челюсть, как-то чик-чик, и у него... И он сказал «Ш», да? И он такой «Ш». Да, да, вообще вот. Вот такой вот логопед, ортодонт и остеопат в одном лице. Да. Хиропрактик волшебный узбекский. Вообще была в Коке. А сколько ей лет, кстати? Она, мне кажется, младше меня. Она молодая. Даже младше тебе? Она молодая. Ну, такие молодые узбекистанские кадры медицинские. А они ведь получают специальное образование, психолог-дефектолог, по-моему. Я не знаю, но выску они точно получают, логопед — это высшая. Итак, подведем итог, Настя. То есть мы попали к логопеду в Узбекистане, в Ташкенте, в столице, бесплатно, к профессиональному, к очень талантливому логопеду. Даже не по своей, по сути, инициативе, то есть нам это подсказали и предложили. Это было быстро, это было просто, и это стоило нам ноль рублей, ноль сумм, ноль долларов. Абсолютно бесплатно. Причем Настя ходила же, всем этим разбиралась с Ростиславом, а у Насти просто белая карточка, то есть она не резидент, у нее венжи нету. Она просто живет по временной регистрации, по сути, по наехавшей. А у Рости только загранный, если что. Да, ну у ребенка вообще, по-моему, документы не спрашивают, правильно? Ну как, спрашивают, посмотрят такие, ага, окей, все. Ну загранпаспорт, они обычно метрики еще спрашивают бывают. Да, но у нас нет метрик, у нас загран. У нас загранпаспорт с фотографией, пятилетний. Настюшка, спасибо большое тебе. Ты еще хочешь что-то добавить? Ну, не знаю, могу порекомендовать, если вам не нравятся логопеды. Если после, там, десяти занятий нет эффекта, меняйте логопеда, потому что я их поменяла пять. И если у вас нет эффекта, значит, эффекты, скорее всего, с этим логопедом не будет. Потому что эффект видно сразу, потому что если человек полгода вам мурыжет какими-то там словами, еще чем-то, еще чем-то, лучше сразу поменять. Или от времени, там, три месяца к одному походили, три месяца к другому, три месяца к третьему, и потом опять по кругу, вот так вот как-то. Потому что у всех подход разный, и все они разные, вообще абсолютно разные. Ой-ой-ой, так, пойдем, наверное, наш свет. Ну и хочу напомнить, ребят, что многие смотрят меня без подписки. Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите в комментариях, какой у вас опыт работы с логопедами, опыт общения с логопедами. И вообще, как вы относитесь к тому, что в Узбекистане так много всего классного и бесплатного? Верите вы в это или все-таки до сих пор еще не верите? Побольше, пожалуйста, отзывов, комментариев, лайков и всей этой движухи под видео. Чао-какао!